стойте да блин эти все кнопки почему она взрывается сразу же а взрыв прицеп прокосновения все понятно но почему-то забейте что случилось мне не показывают альтернативную атаку ну ладно все где я не вижу нигде этого чертова лекарства ну естественно еще и тут с я просто лень туда было подниматься трупы здесь блин закрывает патроны этот тык только хотел эту игру похвали за то что в ней боевка хорошая как теперь ты понимаешь насколько это говно вот где это чертова лекарства давайте прочтем заново может быть я что то упускаю а может быть я что то не увидел пока ты найдешь где эта херня уже забудешь найдите лекарства чумы 11 в охраняемых складки в охраняемых складском помещении расположен за посадочной палубой 24 окей посадочная палуба 24 вот мне туда нужно идти но как я пройду если у меня во первых никакой защиты от радиации нет я не знаю я не знаю а ну еще сейчас у меня все энергии батареи схавают да нет сначала я сохранюсь вот уже бьет сначала сохранюсь потому что меня там сейчас убить может спокойно хорошо ищем отлично на самом видном месте я дебил код карбана лог прилагается просто скомпилирую это маленькая тварь себя покажет отличная авто иммунная система несмотря на слабую сеть датчиков тебе нужен код отсека наноформера шесть шесть пять два один просто передай спецификацию ботами все доктор в санкт в сфер 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 полки смотрим еще новые задания занимаемся интересными в открытиями исследуйте школу тасс 107 уровня онкологии онкологии аркологии возвращайтесь владельца пэквода в аркологии на 107 уровень чтобы потребляться жила бла бла узнаете у представителя аркологии лекарств от чумы можно пройти найти в аркологии на обозревательной площадке для виперс ага это там вот сейчас на выходе перепрограммируйте ботов наноформеров на синтезирование лекарства от чумы 11 11 они находятся неподалеку снаружи аркологии на 100 сюда мне все сейчас на 107 уровне надо это что-то на 108 по-прежнему по-прежнему стоит тагил тут а здорово ну пулю в голову тебе убить что его сразу убить или объяснение с него взять давайте объяснение ахтопис просим ну не будешь и брать деньги я же нельзя так я не буду быть responsable для создания еще одна клава для себя репликативных и и что это мне дало то что он подвык предатель узнать окей узнал маразм глупое задание просто очешуительно я не знаю как это еще называть м м м продолжаем заниматься идиотизмом больше я ничего не могу придумать здесь бегать по всяким диванчиком креслом заниматься полной херней я уже не понимаю для чего я всего делаю потому что все здесь что-то настолько запутали что во первых ничего не рассказали что происходит что происходило в мире после событий первой части а во вторых все так запутали все столько всего нового наговорили что причем без детально что я уже не понимаю что происходит в этом мире и для чего это все в любом случае поехали на 107 уровень аркологии итак сейчас мы выполняем все эти чертовы задания это 108 уровень а глава ССЗ мне нужно его и убить а стоит ли всего лишь за 300 кредитов я думаю что нет пускай мужик живет что в самом деле я же все таки хороший парень я же не убиваю просто так только ради конфетки а если шоколадная то могу два раза убить ну может даже два с половиной ну ладно полтора полтора давай мужик деньги мне гони пожалуйста а нет биомод так так и так и и и По-моему, как пиквад будет оставаться на фейс-лифт. Спасибо за вашу скилку и удовольствие. Вот этот биомонд-канистер, я говорил. Спасибо. Пуэк-уэкс уже закончился. Однажды до сих пор? Никто, даже не пирожные в Медине должны пить кофе скаб-лэм. Поздравляю! Ты хорошо служил коммунистой. Помогать от первого лица ботами, камерами, троллями. А тут повышает урон. Носим в рукопашном бою. Дальность бросков и максимальный вес носимых своих предметов. Не расходует энергию. Абсолютно ненужная херня. Выстреливать не смертельными биотоксичными дротиками во все вражеские цели. Тоже полная херня. Здесь у нас всё. Включать начну видение. Не нужно. Дистанционно управлять... Дистанционно управляемый шпион. Вообще не нужно. По первой части помню, что не нужно. Здесь... Ну, это я просто менять не буду. Потому что взламать консоль безопасности это круто. Взрывает ракеты и гранат, прежде чем успеет попасть в пользователь. Окей, не нужно. Рукопашное наносит эммиф-урреждение. Потребляет энергию. Тоже не нужно. А, так подождите. У меня же есть один биомод черного рынка. Что это я? Вот устанавливаем. Да. О! Жесть. Так, ну тогда надо какой-нибудь один улучшить. Во-первых, здесь я зря, наверное, скачал бесшумные передвижения. Но совсем другого. Больше ничего нет. А, можно вот это вот поставить. Лечебный дрон. Но у меня опять уже регенерация есть. Давайте улучшим вот этого термоскировка. Потому что я использую очень часто. А, все. Третий уровень. Высшая ступень. Высшая ступень! Я достиг мастерства кунг-фу. Почему кунг-фу? Не знаю. Ну, забейте. Так, теперь. Мне, наверное, нужно идти сюда. Потому что здесь роботы, которые производят чуму. Я надеюсь, они... Мейн... Вроде бы пишется Мейнтейнен. Здесь должна быть И, а не Ай. Эээ... Или... Забейте. Не помню. Точнее, не помню. Но, блин, что-то как-то... Допускать ошибки. Чтобы англичане допускали... Эээ... Американцы допускали ошибки. Такие... Детские ошибки в... Своей игре. Я не знаю. Может быть, это... Может быть, так и должно быть. Может быть, есть такое слово. Карта города. Аркология Каира. В любых путешествиях мапсинка у каждого пути. Да ладно. Я добыл карту города. Карту... О, вот. Наконец-то. Карта города. Так, карта, карта, карта. Зачем мне... Скажите... Вот... Эээ... Я не понимаю. Зачем мне все еще здесь сейф министра культуры показывать? Главное... Карты-то удалились старые, а... Сейф не удалился. Это очень интересно мне. Так. Это уровень 107. Я сейчас здесь нахожусь. Эээ... А, это в Медину. То есть это просто туннели? А, вот надо формер-стейшн. То есть мне сейчас надо направо идти. Угу. Окей. У нас пять кредитов тоже хорошо. И что здесь? В Южную Медину? Нет, спасибо. Я потом туда схожу. Хм. Блок предохранительный. Там наверно что-то есть, но мне жалко на него тратить отмычки. О, парни. Парни. Нет, парни свои. Можно, да? Можно прийти? Ага. Ага. Извините. Это не... Для кого я сейчас буду выполнять это задание-то? По-моему, для ордена. Эм... Да. Да. Ага. Ага. Ему хотя бы сделали рот открывающийся хоть чуть-чуть. Ага. 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 Стоять передо мной. Рот должен быть всего 24 часов. Окей. Круто. Я влюблененький-добренький. Ага. Энергобатарея. Не иди ты в топку. Все. Уходим? Парням как бы пофиг, ну ладно. Окей. Хорошо, хорошо, не знаю, окей или не окей. Сказать хорошо, это как бы сказать, что действительно хорошо. А я говорю, окей, это как передача информации. Так, это я не буду делать. Не буду я работать на ВТО, они козлы. Окей, следующая школа у Тарсуса на 107... Я не помню, почему они козлы, но помню, что козлы. Ха-ха-ха, вот единственное, что я запомнил из всего сюжета. Следующая школа у Тарсуса на 107 уровне аркал. Так, я сейчас, наверное, туда и пойду, когда будете готовы. Вот так, это не то. Найдите школу Тарсуса, опять же идти в школу Тарсуса, да? То есть мне сейчас одну школу Тарсуса надо обследовать. Так, Леонидковский, так это всё идти в Медину. Убить Ишева в безопасности, это я не буду делать. Ради трёхсот кредитов. Верни здесь Камар, в Северную Медину. Так, снова Медина. Убить и доктора Нансиф, прежде чем... Так, доктора Нансиф можно найти в занятом хромовниками здании корпорации Апостол. В Аркаллоке на 108 уровне. Ха-ха, там ничего не было. Окей. А, пойду-ка я с Энджи поговорю. А, пойду-ка я с Энджи поговорю. А, пойду-ка я с Энджи поговорю. А, пойду-ка я с Энджи поговорю ловим. Так, давайте.